Блошница обыкновенная. В народе ее еще называют сонник, бабник, уман. Время цветения июнь-август. Встречается в средней и южной полосе европейской части России и на Алтае. Растет по илово-песчаным берегам рек, озер с сыроватым лугам, сорным местам. Применяемая часть трава. Время сбора июнь-август. Химический состав. Блошница обыкновенная богата алкалоидами, дубильными веществами, флавоноидами, кумаринами, сапонинами, аскорбиновой кислотой, органическими кислотами, эфирными маслами, каучуком и полиацетиленовыми соединениями. Растение оказывает противовоспалительные и мочегонные действия на организм человека. В народной медицине Блошница обыкновенная применяется при туберкулезе, бодянке и отеках, хроническом колите, дизентерии, диареи, запорах, геморрои, альбуминурии и зубной боли. Также это растение используется в качестве общеукрепляющего средства для детей в виде ванн. Как приготовить настой при заболевании желудочно-кишечного тракта, дизентерии и запоре? Для этого нужно взять 1 чайную ложку сухой измельченной травы Блошница обыкновенной и 1 стакан кипятка. Нужно залить измельченную траву кипятком и дать настояться в течение двух часов, затем процедить и пить по полстакана три раза в день. Как приготовить настой для полосканий при зубной боли? Для этого нужно взять 1 стакан травы Блошница обыкновенной и 1 стакан кипятка. Нужно залить траву кипятком, отварить на водяной бане в течение 15 минут, затем снять отвар с огня и дать настояться час, затем процедить. Использовать для полоскания полости рта три раза в день. Также при зубной боли готовят при парке из травы Блошницы. Как приготовить настой при геморрое? Нужно взять 1 стакан сухой измельченной травы Блошницы и 1 стакан кипятка. Залить траву кипятком, дать настояться в течение двух часов и процедить. Использовать настой для приготовления клизм, сидячих ванночек и примочек. Блошница обыкновенная противопоказана беременным и кормящим женщинам и при индивидуальной непереносимости. Непереносимость растения проявляется в виде симптомов отравления, а также насморка и кожного зуда. В таком случае необходимо обратиться к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова